Книга «Открытым оком», тема «Русская православная церковь», том 28, вопрос 3957. «Сергианство – это предательство, дело Божие за чечевичную услугу от мира сего. А разве в зарубежной церкви не угождали царя, чтобы можно было сохранить свою церковную структуру?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Иеговистам такой упрек никто не представит, ибо они были гонимы и у Гитлера, и у Сталина». Открытое письмо епископу Манхэттенскому РПЦЗ Гавриилу. «Владыка благословите, прочитал ваше интервью и ответ на комментарии редакции «Русская линия», и захотелось написать вам небольшое письмо. Что касается вашего отношения к позиции клириков РПЦМП по поводу декларации митрополита Сергия, тут все очевидно и правильно. Мне тоже непонятно, почему они не могут от нее отказаться, тем более, что сегодня это совсем нетрудно сделать. Видимо, тут причина глубинная. Сергианство – это не позиция митрополита Сергия, а некоторое явление в церкви, которое возникло задолго до его рождения. Под сергианством надо понимать союз некоторых представителей высшей иерархии и враждебного православия государства, устроенный для процветания, согласно представлениям этих представителей, и благоденствия церковной организации. Для церковной пользы по урожению митрополита Никодима Ротова хочу подчеркнуть именно союз, а не подчинение. Для самой церкви этот союз оборачивается порабощением. Мало кто знает, что в истории Константинопольской церкви мы найдем более страшные примеры сергианства, чем в России. Более того, весьма вероятно, что митрополит Сергий в своей новой церковной политике копировал деятельность константинопольских патриархов. Наиболее известный исторический пример сергианства – это подписание православным гражданам Османской империи молиться о победе турецкого султана в войне с Россией. Мало кто знает, что даже такой патриарх, как Григорий V, повешенный на вратах перед патриархией, активно боролся против освободительного движения греков. Он предал анафеме Александра Ипсилантиса и участников восстания. А в 1807 году, когда английский флот подошел к Стамбулу, он по личной инициативе вывел 30 тысяч греков на защиту города. Его гибель – явное следствие неудачной попытки служить двум господам. А его современник, иерусалимский патриарх Анфим, пошел дальше и напечатал по указанию султана брошюру под названием «Отеческое наставление», который, в частности, заявлял, что божественное провидение утвердило турецкое господство на том месте, где прежде владычествовали византийские императоры, наклонные к западным ересям, с той целью, чтобы эта новая власть сделалась охранительницей народа от заблуждений. Стремление греков к освобождению он называл порождением дьявола, а увлекшейся ложной свободой лишается жизни вечной. Обратим внимание, что митрополит Сергий заявил только, что верующий православный человек может быть достойным гражданином Советской Родины. Пользуясь благоговением султанов, константинопольские патриархи взяли такую власть, которой они не имели в Византийской империи. В организационном смысле для константинопольской патриархии наступило в эти годы процветание. Активно шла эллинизация славянского населения. Были ликвидированы усилиями константинопольского патриарха Печская и Ахридская автокефалии. Патриархи фактически стали самодерцами, а православная церковь государством в государстве. Дело дошло до того, что все епископы на территории Османской империи оказались в подчинении у патриарха, включая, как это ни удивительно, даже иерусалимские и александрийские патриархаты. Власть предстоятелей этих церквей стала номинальной, и жили они в Константинополе. Создалась некая монархия, основанная на беспрекословной дисциплине. Священники стали фактически рабами епископов, и частенько именно как рабы работали на земельных наделах епископов. В то же время высшая иерархия ввела порядок поставления патриарха за взятку султану. Причем достоверно известно, что это было чисто церковное изобретение. Благодаря этому церковные перевороты стали делом совершенно обычным. Зарубежная церковь справедливо объявила Московскую патриархию в насаждении ложного послушания в решении организационных проблем за счет духовных ценностей и даже догматических истин. Для сергианства характерна ситуация, когда организация становится самоценной и свое благоденствие ставит превыше всего. При этом оказывается вполне логичным поступиться истиной и участвовать в экуменическом братании с еретиками, или благодарить убийц, святых мучеников и гонителей церкви за заботу о ней. Так что приходится признать, что явление сергианства не может быть сведено к одной декларации митрополита Сергия. Чем, как неосергианством, можно назвать отношения церковных руководителей и послеперестроечных государственных деятелей? И надо требовать отказа не от декларации митрополита Сергия, а осуждения самого явления сергианства. Но тут надо отметить, что ныне зарубежная церковь не ставит в вину православным священнослужителям весьма тесные контакты с сомнительным во всех отношениях режимом. Этой проблемы нет? Почему? Очевидно потому, что, по мнению зарубежной церкви, проблема сергианства умерла с крушением советского государства. Сейчас произошло, так сказать, возвращение к завоеваниям февраля, и проблема сергианства отпала. Что же следует из этого? Прежде всего, что в понимании церковных руководителей РПЦЗ существовало деление на плохую советскую церковь и хорошую антисоветскую. Что эта антисоветская церковь построена была на идеалах свободного западного мира, то есть в применении к нашей стране, на идеалах февраля. Соответственно, в понимании некоторых представителей РПЦЗ ныне для церкви создалась идеальная ситуация. Это мнение подтверждается и тем, что РПЦЗ наследовала идеал свободной церкви, свободной от монархической опеки. Опять же, мало кому известно, что почти все архиереи в 1917 году приветствовали свержение самодержавия. По их мнению, в тот момент для церкви наступила долгожданная свобода. Хотя надо отметить, что будущий первоэрарх РПЦЗ архиепископ Анастасий Грибановский был одним из немногих архиереев, хотя и выразившим лояльность новому режиму, но не ликовавшим по поводу революции. Митрополит Антоний Храповицкий для многих зарубежных православных христиан и поныне почитаемый, если не как святой, то как великий Алва, хоть и не ликовал, но в туманных и путанных выражениях призывал свою паству к лояльности временному правительству. Но можно ли скидывать со счетов, что именно он был фанатичным борцом за восстановление патриаршества в самый неподходящий момент для российского государства? Тогда фразами о восстановлении канонического строя в церкви прикрывались либералы и революционеры. Поэтому митрополит Антоний недвусмысленно заявил после революции «Господь наказал государя и государыню, как некогда праведнейшего Моисея, отняв у них царство за то, что они противились его воле, ясно выраженной вселенскими соборами касательно церкви». Восстановление патриаршества в понимании митрополита Антония есть возрождение некой мощной организации с единым центром. Естественно, возрождать митрополит хотел не какое-то абстрактное патриаршество, а государство в государстве периода Османской империи. То самое, которое было настолько сильно в земном плане, что не очень печалилось о сокрушенной Византийской империи. «Значение монархии, да и русского народа, он понимал вполне в духе греческих националистов, зараженных идеей воссоздания некой национальной греческой монархии в границах Византийской империи». Цитата. «Для нас же, русских, напротив, только получится нравственное удовлетворение в случае победоносного исхода войны, если Священный Град равноапостольного Константина и кафедра первенствующего иерарха всего мира, видите, митрополит Антоний вполне поддерживает папийские устремления константинопольских епископов, а учения о Москве, как Третьем Риме, для него просто не существует. Опять восставит свое значение как светильника православной веры, благочестия и учености и будет собою объединять славянский север, эллинский юг и сиро-арабский и грузинский восток, а также привлекать к возвращению в церковь русских раскольников, болгарских отщепенцев, а ведь русская православная церковь относилась к отщепенцам совсем иначе, австрийских униатов и восточных еретиков-монофизитов разных номинований. Конец цитаты. Пастырь и паства. Харьков, 1916 год. А вот достойный комментарий его последователей. Замечательным памятником этих воззрений митрополита Антония явилась его статья «Чей должен быть Константинополь?» Ввиду вероятной возможности овладения бывшими землями Восточно-Византийской империи в ходе войны Первой мировой, митрополит Антоний составил целый проект, суть которого сводилась к следующему. Россия должна освободить Константинополь и восстановить там греческую монархию. Далее Россия должна освободить Сирию и Палестину, подчинив их своему православно-национальному влиянию. Итак, митрополит Антоний раскрывает пред нами идею Вселенской Православной Церкви в ее взаимодействии с имперской монархией. Причем именно пронизанность христианством делает эту империю могучим орудием в руках Церкви, орудием в деле привлечения народов к православию и в конечном итоге к их спасению. Конец цитаты. Негативно первый предстоятель зарубежной Церкви отнесся и к идее канонизации царя-мученика Николая в переписке с публицистом Павловичем. Очевидно, что самодержавие имело для митрополита второстепенную ценность. Главное было восстановить патриаршество. И та власть для него была хороша, которая это обеспечила бы или хотя бы позволила. Высказываясь по поводу дискуссии о симпатиях некоторой части РПЦЗ к фашистской Германии, вы, владыка, также показали себя сторонником западных ценностей. Цитата. В 1938 году и расстановка сил в мире и отношение мира к Германии ни в чем не походили на те, которые начали складываться двумя-тремя годами позже. Не забудем хотя бы, что в 1936 году в Германии прошли Олимпийские игры, в которых участвовали все западные государства. О всем известном Мюнхенском соглашении 1938 года и о Московском договоре 1939 года и упоминать не стоит. Разве отношение, цитата, «свободного мира» к Германии может как-то повлиять на духовную оценку немецкого национализма? Для нас он всегда останется близнецом-братом большевизма. Ведь и тот, и другой делали в своей политике опору на самый организованный и на тот момент оторванный от духовных корней рабочий класс. Только большевизм опирался на пролетарский интернационализм, космополитизм, а национальный социализм на традиционный немецкий национализм. Но цель у них была одна – новый мировой порядок, где гегемонами были бы соответственно мировой пролетариат или немецкий народ, фактически немецкий пролетариат. Гитлеровские власти не были столь последовательны в уничтожении христианства, как их большевистские коллеги. Но продиктовано это было временной необходимостью. В действительности же немецкие партагейносы точно так же ненавидели христианство, как и большевики. Светельство тому – воспоминания сына Мартина Бормана. Поэтому непонятно, как мог православный архиерей написать Гитлеру подобные строки. Цитата. Митрополит Анастасий Грибановский, 12 июня 1938 года. Хочу спросить, почему, если многие православные люди в России, а я думаю их большинство, осознали духовный вред декларации митрополита Сергия, почему же верующие русской зарубежной диаспоры не могут сделать то же в отношении, пусть менее значительного, но аналогичного явления. Мне кажется, суть в том, что сергианство имело такое же распространение и в среде зарубежья. Только власти были другие, и востребованность православной церкви за рубежом была гораздо меньше, чем в России. Иллюстрации привести по этой теме можно предостаточно. Цитата. «Русские страстно ждут прихода благословенного часа своего освобождения. Русский народ стоит перед дилеммой. Либо использовать нападение Германии на Сталина для своего освобождения от советского ига, либо, подчинившись Сталину, навсегда отказаться от надежды стряхнуть себя оковой коммунистического рабства. Ныне в первый раз Россия имеет возможность вернуться в лоно великой семьи тех цивилизованных наций, которые исповедуют принципы социальной справедливости и политической свободы». Конец цитаты. Под этим письмом Рузвельту стоит подпись епископа Виталия Максименко. Или благодарственная телеграмма президенту Рейгану, посланная в 1985 году собором епископов русской православной церкви за границей. Цитата. «Благодарим вас от всего сердца. Мы молим, чтобы Господь сохранил вас в добром здравии и подал вам силы для вашей деятельности, которая так важна для Соединенных Штатов на том посту, на который Он вас поставил для исполнения Его божественной воли». Церковная жизнь, 1985 год, номер 9-10. Для русского человека подобные заявления просто непонятны. Чем же Рейган лучше Брежнева, а США лучше СССР? И там, и там власть была враждебна к христианству, только методами пользовались разными. Современный русский православный человек изведал и коммунистический образ жизни, и западный. Вывод можно сформулировать словами известной поговорки «хреноредьки не слаще». Хотя надо заметить, что при советской власти Брежневского периода не было такого морального и физического развала, как теперь. А храмы, пусть в малом количестве, были открыты, и посещать их можно было совершенно свободно. Создается впечатление, что для многих представителей РПЦЗ воссоединение с РПЦЗ-МП стало возможным только потому, что сегодня последнее также стало выражать приверженность идеалам западного мира. Для православного человека существует только один идеал государственной власти – православная монархия. Однако находятся у нас представители духовенства, которые заявляют, что ныне впервые церковь стала свободной, имея в виду весь константиновский период истории церкви. Такое впечатление, что многие в РПЦЗ разделяют это мнение. Как говорилось выше, почти все архиереи после февральской революции были едины в ликовании по поводу мнимой свободы. Интересно узнать, как теперь относятся в РПЦЗ к такой свободе церкви. Такое впечатление, что многие иерархии и церковные деятели РПЦЗ идеалом государственного устройства считают не монархию, а иерократию, при которой государство подчинено представителям священной иерархии. Худой конец сойдет и демократия, обеспечивающая якобы невмешательство государственных органов в дела церкви. Контроль со стороны мирян в лице царя чрезвычайно удручал иерархов XIX века, а нынешних делает сторонниками демократии, причем как зарубежных, так и российских. Собственно, это свобода и составляет сердцевину сергианства, процветшего как в Советской России, так и в Османской империи, так и в Российской империи предреволюционного периода, так и в Германии, США в недавнем прошлом. Если же касаться личности митрополита Сергия, то разве мы не найдем подобное и в РПЦЗ? Бесспорно, это епископ Григорий Грабе. Разница состоит только в том, что о первом написано множество разоблачительных статей и исследований, а о втором до сих пор шепчут на ухо. Но все же, даже по официальным материалам можно узнать о епископе Григории достаточно много. Тут и авантюра, до сих пор покрытая мраком тайны, с лжецаревичем Алексием Голеневским, тут и подозрения в принадлежности масонству, и контактах с американскими спецслужбами, тут и скандальная деятельность его сына, всегда находившая защиту у отца и многое другое. Почему же в РПЦЗ нет мужества признать подобные грехи? Надо отметить, что епископ Григорий до конца разделял, поддерживал и распространял ложные догматические воззрения митрополита Антония. Он же является и отцом Суздальского раскола. Наверное, специалист по истории русской православной церкви за границей найдет гораздо больше негативных моментов. Но я не ставлю себе такой цели. Вы справедливо упрекаете РПЦЗМП в разнообразных нарушениях церковной жизни. Почему же нет мужества тоже сделать в отношении РПЦЗ? Мне кажется, необходимо дать глубокий анализ такому явлению, как сергианство, и осудить его. Многие церковные люди еще задолго до перестройки читали книги, изданные в Джордан-Вилле и Мюнхене. И мы благодарим вас и всех русских людей в рассеянии за это. Для нас русское зарубежье было островком старой дореволюционной России, хранившим как православную веру, так и русские традиции. И вот теперь одна часть РПЦЗ собирается безоговорочно капитулировать перед тем, кого обличали. Другая не собирается, но и не желает ни аргументировать свою позицию, ни выставить жесткие требования. Третья же просто объявила русскую православную церковь безблагодатной и подтверждает своей деятельностью еще раз всем известную истину, что от великого до смешного только шаг. Мы ждем от РПЦЗ нехвалебных отзывов о президенте Путине, не бесконечных современных заседаний и обсуждений возможности соединения, а четкой и ясной позиции по ряду вопросов, в том числе сергианству, экуменизму и вообще состоянию православной церкви в России. Надо отметить, что у РПЦЗ есть еще одна возможность помочь восстановлению православия в России. И она состоит не только в правильной позиции по указанным вопросам. Дело в том, что, ступив на путь воссоединения русской церкви, иерархи РПЦМП фактически признали РПЦЗ как церковь и закрыли рот многочисленным и услужливым критикам. В то же время приходы РПЦЗ на территории России продолжают существовать. Возникает уникальная ситуация. Две православные церкви и одна паства. Имеет ли РПЦЗ духовные и физические силы действовать мудро и взвешенно в этой ситуации и явить России православие во всей своей чистоте и силе. Простите, владыка, за, быть может, излишние резкие высказывания, но как русский человек я не могу относиться равнодушно к процессам, происходящим в русской зарубежной церкви. Конец цитаты. Дальше. Ссылка идет на сайт www.rask.ru Галатам. 1.10 У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. 1 Фессалоникийцам 2.4 Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестия, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши. 2 Коринфянам 12.19 Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом, во Христе, и все это возлюбленные к вашему назитанию. Деяния 4.19.20 и 5.29 Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Петр же и апостолы в ответ сказали, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Печальный демон, дух изгнания, летал над грешною землей, и лучших дней воспоминания пред ним теснилися толпой. Тех дней, когда в жилище света блистал он чистый херувим, когда бегущая комета улыбкой ласковой привета любила поменяться с ним, когда сквозь вечные туманы познания жадный он следил кочующие караваны в пространстве брошенных светил, когда он верил и любил счастливый первенец творения. Не знал ни злоба, ни сомнения и не грозил уму его веков бесплодных ряд унылый, и много, много и всего припомнить не имел он силы. Давно отверженный блуждал в пустыне мира без приюта, во след за веком век бежал, как за минутой и минутой однообразной чередой. Ничтожной властвуя землей он сеял зло без наслаждения, нигде искусству своему он не встречал сопротивления, и зло наскучило ему. Но кроме зависти холодной природы блеск не возбудил в груди изгнанника бесплодной ни новых чувств, ни новых сил. И все, что пред собой он видел, он презирал или ненавидел. Что если бы демон, пролетая, в то время на нее взглянул, то прежних братьев вспоминая он отвернулся б и вздохнул. И демон видел на мгновение неизъяснимое волнение в себе почувствовал он вдруг. Немой души его пустыню наполнил благодатный звук. И вновь постигнул он святыню любви, добра и красоты. И долго сладостной картиной он любовался. И мечты о прежнем счастье цепью длинной, как будто за звездой звезда, пред ним катились а тогда. Прикованный незримой силой, он с новой грустью стал знаком. В нем чувство вдруг заговорило родным когда-то языком. То был ли признак возрождения он слов коварных искушений найти в уме своем не мог, забыть забвенья не дал Бог. Он и не взял бы в забвенья, и дик, и чуден был вокруг весь Божий мир, но гордый дух презрительным окинул оком творенье Бога своего. И на челе его высоком не отразилось ничего. Как слезы мерно друг за другом, и эта песнь была нежна, как будто для земли она была на небе сложена. Не ангел ли с забытым другом вновь повидаться захотел? Сюда украдкою слетел и обылом ему пропел, чтоб усладить его мученье? Тоску, любви, ее волнения постигнул демон в первый раз. Он хочет в страхе удалиться, его крыло не шевелится, и чудо из померкших глаз слеза тяжелая катится. Поныне возле кельи той насквозь прожженный виден камень, слезою жаркою, как пламень, нечеловеческой слезой. В пространстве синего эфира один из ангелов святых летел на крыльях золотых, и душу грешную от мира он нес в объятиях своих. И сладко речи упования ее сомнения разгонял, и след проступка и страдания с нее слезами он смывал. Издалека уж звуки рая к ним доносилися, как вдруг, свободный путь пересекая, взвелся из бездны адский дух. Он был могущ, как вихрь шумный, блистал, как молнии струя, и гордо, в дерзости безумной он говорит, она моя. Груди хранительной прижалась, молитвой ужас заглуша. Тамары грешная душа, судьба грядущего решалась, пред нею снова он стоял, но, Боже, кто б его узнал? Каким смотрел он злобным взглядом, как полон был смертельным ядом вражды, не знающей конца, и веяло могильным хладом от неподвижного лица. Исчезни, мрачный дух сомнения, посланник неба отвечал, довольно ты торжествовал, но час суда теперь настал, и благо Божие решение. Дни испытания прошли, с одеждой бренною земли, оковы зла с нее не спали. Узнай, давно ее мы ждали, ее душа была из тех, которых жизнь в одно мгновение невыносимого мучения, недосягаемых у тех. Творец из лучшего эфира соткал живые струны их. Они не созданы для мира, и мир был создан не для них. Ценой жестокой искупила она сомнения свои. Она страдала и любила, и рай открылся для любви. И ангел строгими очами на искусителя взглянул, и радостно взмахнув крылами в сиянье неба потонул. И проклят демон побежденный мечты безумные... И проклял демон побежденный мечты безумные свои, и радостно взмахнув крылами... Господи, помилуй... Еще раз. И радостно взмахнув крылами в сиянье неба потонул, и проклял демон побежденный мечты безумные свои, и вновь остался он надменный, один, как прежде во Вселенной, без упования и любви. Михаил Юрьевич Лермонтов Теперь, кстати, Теперь поступаю на сколай тюрьмы с grandfather F acabляем и переключ ponieważ unravel автоматизирована и победы. Все сочет dicенцы устанавливают ошелざлеты, а в V большом месте попробую ее поставить. Продолжение следует...